всем привет дорогие друзья с вами я тут мы продолжаем играть в зеро сити и друзья за прошедшее время у нас в нашем городке в нашем убежище произошло огромное огромное количество изменений сейчас я быстренько раскидаю людей по своим местам и все вам расскажу ну фактически я подумал что наверное это очень скучно смотреть как я играю в прямом так сказать эфире так ну не знаю давайте накидаем нашим сакланом того что они просят нашим сар я на синцем о как им друзья давайте я вам расскажу что поменялось у нас здесь практически я уже обустроил все что у нас есть на получается пятом уровне командного центра из улучшений мне осталось на текущий момент улучшить казарму для того чтобы там было четыре бойца но что-то мне все рекомендуют не улучшать оставить три я не знаю свое мнение напишите и осталось улучшить командный центр для того чтобы перейти на следующий уровень но командный центр я пока собираю денежку а вот то что касается непосредственно значит казармы я пока сомневаюсь ну четыре человека принципе можно получить не знаю не знаю посмотрим у меня есть некоторые проблемы которых сейчас я вам расскажу значит в городе я застрял на вот здесь на вот этом месте где-то у нас вот муниципальная больница дам получается значит вот здесь в муниципальная больница я попадаю на вот такой вот отряд врага он по мощности достаточно такой слабенький но я учет никак не могу продолбить давайте сейчас попробуем я немножко подкачал наших бойцов сейчас я наверное покажу как они выглядят у нас он давайте так пойдем а потом посмотрим может быть что-то подскажете и что-то никак у меня прям не получается его продавить у такой прям толстый сейчас мы улучшим давайте еще лучше блин ну все чем вот вот смотрите мы даже ему половину не вынесли это просто конечно жесть какая-то все ну и собственно нам предлагают посмотреть рекламу и мгновенно вернуть ресурсы здесь я к сожалению не могу посмотреть поэтому просто возвращаемся домой на этом компьютер мне к сожалению здесь стоит старая версия и я не могу все это сделать но не страшно в окей друзьям вот такая у меня проблема не знаю подскажите как его фармить может быть действительно нужен 4 боец для того чтобы зафармить и пройти дальше но хочется да пройти дальше и самое обидное что мощность отряда то выше а пройти я не могу я вам обещал показать свой отряд давайте вам покажу что у меня есть немножко посидел на арене кое-что с ареной взял значит смотрите есть у меня вот такие ножи это ножи с ареной купленные значит у них есть такая штука критический урон увеличен на сто процентов это просто обычная курс курточка тоже с ареной но случайным образом там выданы получается и вот эту вот вот эти вещи тоже с ареной получил соответственно за очки но это не список какой-то специализированно оборудование вот просто так те которые мы сейчас попозже посмотрим там можно получить здесь опять же значит оружие тоже с арены шмотка с арены но она типа улучшена видеть раз некоторое время реанимируется после смерти с каким-то количеством здоровья ну фактически половина здоровья получается здесь же вот эти вот вещи куплены тоже на арене но они обычные а вот это тоже куплено на арене запомнили повторит еще раз некоторое время при смерти союзника призывает в бой медика со способностью лечения и лечение 774 секунд очень вот эта тема когда я был я ее получил когда я еще был на двадцатом уровне сейчас у меня 27 где-то такой вот уровень бойцов и на двадцатом он просто там всех выносил то есть этот медик вставал лечить никого и он своим он начинал мочить врагов и целых 12 секунд их мочил причем очень сильно мне прям очень понравился на больших уровнях наверное это не так будет хорошо работать сейчас мы на 30 уровне получается арена находимся но принципе посмотрим я думаю мы сегодня на арену еще походим так что еще а ну и сделал собственно медика респа я до этого отряд был два танка 2 бойца ближнего боя плюс дальний бой но сейчас я вот перешел взял одного медика потому что опять получился у меня вот такой вот неплохой костюм ну я считаю что неплохой соответственно респалка но правда не голубая да зеленая и соответственно вот такие прибамбасики получили все пока больше у меня ничего нет общая мощность у меня отряда получается на текущий момент 108 тысяч значит это то что касается отряда на ленку мы с вами чуть попозже сходим дальше дальше я сделал все комнаты по обучению по профессиям и у меня уже в общем фактически я даже проучил персоналей но вот например у нас есть комната опытная лаборатория в данной комнате можно тренировать класс ученый чем вышка с уровень класса тем больше ресурсов он добывает и я двух ученых которые работают у нас соответственно в комнате уже прокачал по максимуму от восьмого уровня у нас ну и соответственно здесь мы не забываем сюда нажимать периодически нажимайте кнопочку надеть чтобы было нам счастье соответственно оба у меня уже прокачанных и двое я еще запасных делаю один тут у меня тоже уже готов его тоже можно куда-нибудь переместить сейчас мы его с вами наверно куда-нибудь знаете куда в булочную вот сюда вот перетащим потому что там как раз два бездельника один там один здесь они просто поменяются местами просто прокачаем им эти навыки дальше что у нас еще есть есть такая же кухня такая же комната по улучшению навыков это кухня здесь у меня получается три бойца ну вот этот вот нужно вот эту девочку качать нужно дальше это уже прокачано до 8 это пока максимальный и здесь тоже прокачано да у меня две девочки есть с четырьмя звездами на текущий момент соответственно я их стараюсь спаривать на данный момент 20 у меня человек может помещаться в нашем убежище и ну соответственно если получается по единичке либо по две звезды я их сразу вообще выкидываю он по большому счету уже можно начинать покидывать даже людей с тремя звездами то что касается звезд смотрите судя по аналогии с хастал кастал здесь такая ситуация для работы во всех вот этих помещениях вам нужны люди максимум с тремя звездами больше звезд быть нет не может ну точнее они не нужны потому что максимальные скиллы каждый за каждый звезда это плюс 20 к уровню получается максимальному и максимальный уровень 55 поэтому больше трех звезд вам в принципе не нужно но для чего нужны пятизвездочные бойцы четырехзвездочные как этап промежуточный для того чтобы именно их вот сюда вот добавлять тоже здесь максимум будет у вас 100 максимум будет 100 и получается ну вот здесь вот можно посмотреть смотрите у данного жителя потенциала равен трем звездам предел тренировки его классов раньше стиль с в общем 100 это будет 5 звезд как раз но таких бойцов всего нужно 12 человек больше не нужно почему 12 ну потому что шесть человек у вас будет здесь стоять в казарме 6 человек еще типа запасных я чисто говоря не знаю если здесь что-то типа бухты но наверное потом появится ну как минимум у вас должно быть их 6 а потом уже принципе можете просто докачать но просто имейте ввиду что больше больше 12 человек пятизвездочных в принципе не нужно и больше стараться там смысла нет наводить марафет в этом плане трехзвездочные вас вполне должны устраивать что у нас здесь еще есть есть у нас еще бухгалтерия где идет обучение соответственно по специальностям бухгалтерия но и принципе здесь мне тоже поможет вообще все проучены 8888 да где все проучены здесь больше обучаться и не нужно так этот кекс у нас учиться и вот эта девочка у нас уже обучена ее можно куда-нибудь добавить выкинуть ребенок у нас ходит посмотрим что получится из ребенка принципе знаете что мы сейчас вот эту девочку возьмем чтобы она не бездельничала и засунем ее сюда чтобы она навык свой улучшала чтобы она такой универсальный боец был по всех направлениях ну в принципе это совершенно не обязательно вам достаточно просто их в максимум на каком-то определенном участке выкачите все просто мне еще сдевать некуда можно было бы конечно на размножение пустить нет вот вот это но я не вижу смысла и и на размножение пускать окей вот такая ситуация здесь у нас получается что максимальный уровень сейчас 30 я пока его не выкачал нашим бойцам потому что то одежда которым не попадается до 30 она еще не доходит все максимум 28 поэтому я не вижу пока смысла до 30 идти и там есть еще некоторые нюансы дело в том что опять же по аналогии с хастл кастл вот смотрите сейчас у нас общий уровень наших бойцов получается 28 27 и 29 уже даже ну ладно пусть будет так в общем это у нас получается на 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 5 5 6 очков меньше чем средняя по 30 то есть мы теоретически одному бойцу можем выкачать больше очков но как минимум смотрите вот этого 29 можно апнуть вот эту вот тренировочный зал и например докачать его до 35 то есть у этого будет 28 этого бы 27 но в среднем у них и у этого будет 35 получается в среднем у них будет по 30 то есть общее число будет меньше но не знаю как это будет работать в любом случае эту комнату нужно будет наверное улучшать для того чтобы ее лучше нам нужно будет лучше чем непосредственно командный центр для этого нужно накопить денег да дальше друзья что еще хочу вам интересно рассказать здесь у нас кстати и скопление зомби у меня кончились тогда получились кончилось кончилось жратва давайте добавим сюда скиллов произвести а значит смотрите здесь следующая ситуация сейчас убой пойдем как я прохожу противников на карте я не хочу сильно задирать число сейчас покажу как вам отлично здесь все пошло успешно но я и не сомневался получили мы чемоданчик давайте забираем значит смотрите я не хочу сильно задирать число стараюсь его держать на минимуме в принципе пару раз я уже получил по жопе за то что она у меня такое маленькое когда она выгодно когда вы например играете на арене с противниками чем ниже это число тем ниже вы будете находиться в списке игроков с одной стороны с другой стороны чем выше это число то есть например если у вас попадается знаковая с вашим противником количеством набранных очков турнирных то у кого больше вот это значение тот будет выше стоит то есть например у меня несколько раз была такая ситуация когда вы набираете одинаковое количество турниров очков я и там и даже как-то там первое место упустил на втором оказался только из-за того что у чувака на первом месте было столько же очков сколько у меня но у меня вот это значение я не знаю как он называется хрен его знает как она называется в общем вот это значение было ниже не знаю может вот здесь вот есть я не вижу вот нет нет ладно вот здесь кстати можно посмотреть еще мои успехи на по поводу бойни у меня соответственно всего 42 участия 6 первых место 11 вторых и 5 третьих но остальные там всякие 4 5 там главное как говорится не пропускать так к средний потенциал житель у нас равно в районе трех звезд сейчас но я вам по поводу потенциала жизни сказал потенциала же жителей сказал давайте пойдем наверное еще раз со фармем скопление зомби надо его доделать пока она еще есть пока она не пропала и пока мне жиротва кончилась я с утра немножко по проходил и к сожалению кончилось жиротва пришлось ждать пока жиротва накопится кстати по поводу скопление зомби что я хочу сказать теперь скопление зомби под них появляется сразу видимо на более низких уровнях там приходилось ждать пока она не скопится теперь вот на текущий момент да это у нас наверно в зависимости от командного центра 5 уровень получается что все 10 скоплений появляются моментально это хорошо потому что когда я только в самые первые скопления проходил там приходилось и ждать то есть там например 6 штук сразу появляется остальные потом на появляется ну это не совсем на мой взгляд было правильно есть справились мы с бандосиками хотя они так нас достаточно сильный основательном на мой взгляд по трепали еще одну вещь которую важно хочу вам сказать по поводу вот этих вот руков я уже начал говорить что я стараюсь вот это число сильно большим не держать поэтому еды не постоянно не хватает из-за чего я оформлю врагов например захожу сюда смотрю вот смотрите видите сейчас поражение будет 0 если я у него выиграю мне дадут 50 очков потом не эти очки нужно будет списать соответственно я ему два раза сливаюсь выставляю какому-нибудь одного слабого бойцы кстати смотрите зимбаки ползают по карте я такого не видел вот значит пару боев сливаю почему потому что сейчас мы у него выиграем здесь появится другое значение но не частности у него да вот у кого-то другого вот здесь например там будет минус 13 то есть минус 13 минус 13 грубо говоря компенсируем это значение и фактически иду так один раз выигрываю два раза проигрываю один раз выигрываю два раза проигрываю и поэтому это значение получается не очень большим не понял я еще до сих пор если смысл его держать большим точно уверен что если она у вас будет большим то у вас будут очень мощные соседи которые будут тупо вас грабить друзья вам будет еще и ресурсов которые зарабатывает ваше убежище не хватать и это на мой взгляд не очень хорошо днем скопление зомби наш чувак там отхилился сейчас мы с вами все это получим есть мы справились в чем я в общем не очень-то сомневался в этот раз нас даже не сильно покоцали и нам наверное сейчас дадут какой-нибудь сундук до дали нам сундук подтвердить давайте посмотрим откроем что там у нас будет интересненького смотрим и так у нас четыре таких сундучка бабло бабло она всегда нужно еще бабло вот смотрите есть хороший снайперский костюмчик при получении урона шанс снизить урон противника на 10 секунд как вариант сделать отряд из двух снайперов и стрелков и одного воина можно попробовать такой так и вот у нас наконец появился 29 уровня но он не синий был бы синий можно было бы за что-то бороться пока я не вижу смысла прям вот так чтоб сильно сильно охотиться за него он уже фиолетового цвета таких чуваку каш я видел также как фиолетовый вот этот но блин они не синий они зеленые чё-чё ради них там спешить то не думаю что это то что прям очень нужно такой вот но он видите сильно ослаблен то здесь здоровье не очень большое урон слабее чем у того который я за турнир на очки покупал одеянием в общем-то пока пока не очень айс здесь давайте посмотрим а противник собраний нам дали отлично скоро выберем мастер на все руки нам осталось в бой не почаствует надежный союзник отправить ресурсы друзьям сейчас это сделаем противостояние держите несколько побед боях против других игроков а можно кстати еще против какого-нибудь одного игрока выступить и победить его ну вот у нас еще одна такая награда дали нам сковородку можно попробовать ее кому-нибудь вперед улицу да сейчас попробуем надеть лучшая сковородка отлично давайте здесь попробуем тоже лучше тоже сковородка и здесь попробуем это же здесь лучше половничка такой стану помощнее побольше будем производить жратвы и это хорошо окей так давайте мы с вами сейчас наверное пройдем одного из врагов каких-нибудь побольше у кого будет выхлоп 3 3 из 2 14000 давайте еще кого-нибудь посмотрим пока я не вижу 14 5 14 27 очков давайте вот этого сейчас справимся есть все отлично мы справились сейчас получим награду ну и плюс немножко получим ресурсов есть но давайте мы получим вот здесь вот награду есть мастер на все руки два из трех можно в бойне почат можно надежный союзник давайте по поводу надежного союзника поговорим о передаче ресурсов значит есть некоторая проблема у меня здесь не все друзьям из фейсбука высвечиваться я кстати друзья научился двигаться вот здесь вот короче вот так вот хватайте вот за вот это вот место какой-нибудь и она прекрасно есть и все но это если вы играете конечно компьютеры значит смотрите получается что у меня есть я даже специально зарегал еще один аккаунт подписал вот он труда видите третьего уровня он у меня в друзьях был и здесь вот он появился но они все равно получается такая штука что не все мои друзья которые есть в фейсбуке здесь отображаются что с этим делать честно говоря пока не знаю работают над этим вопросом ну да такая вот проблема есть эти вот димедролу отправим отлично в принципе всем кто здесь есть можно ну-ка все их здесь уже много этих друзей то уже не всем по отправляешь мне принципе изначально ты был человек 30 то есть это еще те кто кому я дружбу кидала на фейсбуке еще со времен хастал кастал у меня порядка 200 или 300 или может даже уже 400 друзей вот ну конечно всем те те у кого кстати те у кого больше кубков у тех больше шансов получить призы ну потому что у них они будут вот здесь вот вверху получаться да и соответственно больше шансов действительно что получится то что туда вниз не всегда а хочет хочется спускаться есть еще один маленький нюанс я когда начинаю спускаться вниз и например раздавать призы по крайней мере в хастал кастал так было тем кто внизу находится у меня начинают подглючивать игра не знаю надо было здесь тоже проверить посмотрим поэтому у меня просто уже привычка раздавать тем кто сверху а не тем кто внизу такой баг там конечно есть давайте здесь посмотрим что у нас есть на ну вот видите нам дали мастер на всех рук сейчас на 50 папочек дадут отлично и надежного союзника мы тоже возьмем пять папочек все друзья мы с вами плавно перешли к бойне я думаю что сейчас мы пойдем к бойне посмотрим какие успехи у нас там будут в бойне после того как а ну вот здесь кстати можно еще открыть ящик который нам сейчас понадобится то что мы будем на бойне уходить здесь денежка будет лежать и жратва может быть еще что не дадут нет в этот раз только денежка и жратва но тоже неплохо надо радоваться тому что есть как говорится все мы идем с вами на арену и смотрим как она здесь ситуация вот у меня 25 билетиков я набрал друзья я не доначу я не в одну игру которая игра не доначу доначу я только в одном случае если мы с вами как благодарность разработчикам если мне очень нравится игра то я что-то покупаю на какую-то сумму скажем так как я оцениваю например там какую-то вещь там за 1000 рублей там или может там за 700 рублей как благодарность за то что они сделали вот с этой точки зрения а не специально для того чтобы задонатить сделать значит смотрите вот здесь вот не забывайте смотреть рекламы еще смотреть не буду потому что ну во первых нафиг вам это надо во вторых у меня здесь просмотр рекламы не работает на даче она работает но она не засчитывается ну здесь что-то важное это связано именно с эмулятором которыми стоит изменяешься стоит bluestacks 2 версия на bluestacks 3 версии все работает окно мне он не нравится 3 поэтому я использую 2 мы идем за еду пусть я идем за еду так ну отряд мой мой видели я подтверждаю кстати можно сюда пихать отряд когда он у вас находится на обучении просто собрать пример когда вы идете где-то по городу шмандалыкать либо с скоплениями боретесь там нельзя впихнуть кого вы хотите идя именно на арену вполне можно если у вас человек где-то качается в какой-то комнате просто взять его оттуда и засунуть на арену так у нас вот она классическая арена мы уже один раз с вами здесь были я уже там некоторое время здесь побывал но вы видели собственные результаты эти смотреть значит я так думаю что наверно на старших уровнях здесь будет приблизительно так же как и здесь потому что здесь немножко другая система идет не как в хастл кастл хастл кастл на этом уровне 15 идет игроков здесь идет 10 с одной стороны упрощает задачу другую страну усложняет как я играю сейчас я вам расскажу значит смотрите первый бой я всегда стараюсь пропускать но так как и в хастл кастл и здесь ввели вот такую систему что за количество проведенных боев вам начисляется определенное количество соответственно вот этих вот итемов гребаных фишек не знаю как здесь называется это неважно в общем если я пробужу только 4 боя то я не получаю этот последний сам вкусный плюс 10 очков 10 очков это много друзья в лучшем случае скажем так в худшем случае я стараюсь получить хотя бы 60 очков сбоя но здесь 60 очков я получаю только в том случае если я провожу все матчи поэтому что я делаю я смотрю какие бойцы у меня здесь есть еще самого мощного которого я точно не смогу победить ищем вот в нашем случае вот этот вот давайте значит смотрите если такого игрока не будет тогда я на любого нападаю и тогда будет другая тактика но посмотрим может быть там еще повезет повезет значит смотрите идем сюда но там следующей тактики я тогда первый бой как бы не пропускают из нее проигрываю я тогда стараюсь нападать на тех кто ниже меня стоит в турнирной таблице но с максимальным успехом ну то есть мы с вами говорим о 30 очках максимально максимум течение боя можно набрать 150 очков и возможно один из этих боев провести находясь под кем-то то есть на кого-то напасть тот кто выше на турнирной таблице стоит но главное чтобы он конечно не мощней 20 значит смотрите мы слили слили этот бой и сейчас нам нужно будет четыре раза выиграть у чуваков которые будут выше нас вот отлично следующее у нас серия началась значит смотрим теперь ищем самого слабого его оставляем наконец ну чего 69 я вижу 74 74 ну вот этот вот эти два парня никак не могут выбраться со своего 0 мы нападаем на вот этого на 71 по идее я думаю что мы его достаточно быстро должны замочить с хорошим результатом для чего я оставляю самого слабого я вам сейчас расскажу когда мы выйдем отсюда все есть мы все справились значит смотрите возвращаемся возвращаемся к нам сюда на арену для чего я оставил этого слабого слабого для того чтобы если получилась такая ситуация что мне я буду находиться либо на первом месте либо мне некого будет бить ну то есть я буду например находиться вот здесь вот здесь вот я с этим уже подрался с этим допустим подрался или он сильно мощный чтобы я просто напал на самого слабого и максимальное количество очков набил ну и то есть я вот такой на в резерв оставляю на про запас ну а стараюсь нападать соответственно чуваков которые стоят там впереди меня ну то есть вот например в данном поединке в следующий раз мы будем бить кого-то вот из этих четверых потому что все остальные будут сзади нас стоять и так мы с вами подходим к следующей фазе это у нас будет уже третья фаза и сейчас смотрим какая у нас здесь ситуация смотрим 78 81 86 104 берем вот этого берем фармим смотрим результат 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 предсказуемый 18 секунд долговато на мой взгляд но не так уж и страшно так на что-то дома случилось давайте посмотрим что там у нас случилось и заодно здесь развеселим наш народ вот его не они в панике бегают от пожара ну да ладно не страшно совсем справились ну и потихонечку зарабатываем деньги денег нам надо сейчас как вы понимаете для того чтобы улучшить 270 тысяч кстати наверно можно запросить в альянс а нет не можем запросить у нас не хватает не хватает к сожалению нужного количества короче еще время не прошло смотрите сейчас у нас кстати в альянсе 20 человек уже из максимально возможных 50 да я так понимаю а нет 20 да 20 человек и 3 человека онлайн находится ну ничего потихонечку мы справляемся в любом случае прям вот сильно большой поддержки от альянс пока на текущий момент я не вижу кроме того как вот делиться ресурсами но это тоже ограничено то что вы только не больше пяти раз можете с кем-то поделиться ресурсами но хотя бы какая-то поддержка действительно бывает такое что у вас все забито вам они не нужны эти ресурсы и как царь кощей над златом чахнуть что сидеть я честно говоря не понимаю очень хочется конечно посмотреть на вот эту военную базу на этот пляж но больше всего мне интересно что вот в этих тоннелях будет и тоннели нам будут доступны 6 уровня я прям вообще предвкушаю весь предвкушением очень хочу туда попасть кстати по поводу эпизода 4 у нас получается что нам нужно улучшить казарму улучшить боевое мастерство но это мы сделаем и муниципальную больницу нам нужно пройти я так понимаю что мы ее вот что-то застряли не могу ее пройти никак в общем тоже друзьям мне нужен совет соответственно как ее пройти больницу нужен ли для этого 4 боец и нужен ли 4 боец вообще вот это и я от вас очень прям жду так ну а мы с вами нахом с на третьем месте и это не очень хорошо не очень хорошо попробуем зафармить вот этого чела и это кстати спорная тема не факт что мы у него выиграем ну давайте попробуем как говорится попытка не пытка правда лаврентий павлович ну что будем молиться как говорится да наша тактика и в этот раз дала отличный результат 16 секунд это шикардос средний бой у меня проходит с 14 секундами хотя бывает конечно и 10 но это в идеале и что у нас есть на текущий момент на текущий момент мы находимся на первом месте это как раз та ситуация ради которой мы оставляли слабого игрока на конец чтобы и максимально получить количество очков так ну друзья пока мы ждем возвращаемся сюда посмотрим что у нас здесь с вами есть хорошего интересно сколько они здесь еще учиться-то будут но этот вот сейчас за кстати закончат обучение но это не так страшно здесь наверно еще тоже какое-то его количество времени они будут учиться ну вот здесь можно в принципе снять одежку она не нужна и попробовать посмотреть может быть кому-то из вот этих вот ребят она нужна большим давайте так и посмотрим вот здесь нет здесь тоже отлично но здесь уже по кругу пошла не нужно но немножко увеличили производство соответственно вот этой вот фиг 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 не все 3884 в час отлично возвращаемся с вами в бой да кстати я вам самое главное забыл сказать у меня теперь два рабочих я таки наконец накопил вот этот наших крипто коинов 750 купил второго рабочего поэтому если мне нужно что-то улучшать или что-то строить у меня теперь я могу делать это в два раза ну как два раза два два строения одновременно делать и это офигенный плюс есть у нас еще вот этот вот зомби помощник которого я очень хочу получить но получить не могу потому что пока еще не накопил на него нужное количество крипто коинов но ничего накоплю итак друзья мы с вами находимся на первом месте это с одной стороны очень круто с другой стороны я бы предпочел находиться где-то пониже и у нас сейчас наша задача как можно больше очков набрать будем нападать на самого слабого который мы оставили на самый конец нас на вкусненько как говорится посмотрим что получится смотрите бородатая женщина вот это прикол таких я еще девчонок не видел ну давайте давайте распердоливаем его есть контакт посмотрим что у нас получился у нас получилось 11 секунд это максимальное значение которое мы можем получить 30 очков друзья и это все ок все мы по максимуму сделали что смогли и мы с вами заняли первое место учтите то что мы были далеко не самыми сильными в на в этом отряде у нас есть один чел дань которые его мы тупо чисто по тактике по очкам обошли на одну очко но не всегда такое бывает бывает и хуже конечно да вот кстати тот самый вариант когда я вам говорил по поводу насчет вот этого значения 218 значит смотрите да блин где у нас грёбаная арена вот здесь смотрите получается что вот этот и вот этот у не в самом конце видите одинаковое количество очков вот у меня было несколько раз так вот у них будет выше в турнирной таблице в итоге вы находите тот у кого больше вот то количество очков так 218 которые сказал соответственно у кого выше она будет это значение тот будет выше ну то есть вот имейте ввиду что в таких случаях это выгодно очень чтобы у вас было больше очков но во всех остальных случаях мне кажется это не очень выгодно вот так вот мы сейчас дожидаемся с вами результатов ну собственно результат нам уже известен и это билетик чемоданчик и еще какое-то количество 120 по моему вот таких вот штучек сейчас посмотрим давайте забираем награду и и так до 120 фишек чемоданчик и билетик забираем награду еще здесь можно получить за первые три места соответственно сундучок там какой-то волшебный или это когда за билетики играешь очень неважно я не я никогда даже в хостел касте не получал ни на одном из аккаунтов у меня 6 там аккаунтов был действующих и нормально тоже на арене сидел в общем друзья дайте откроем чемоданище какой-нибудь так есть фигня фигня в принципе можно даже разобрать не станем и не будем пока оставим хотя я периодически кстати изготавливаем между прочим предметы перевожу кристаллы типа из таких в зеленые там из таких еще в какие-то так 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 давайте попробуем может что-то сделать нам нужно то точно давайте посмотрим нам наверное не хватит нам наверно не хватит материалов что нам нужно произвести здесь у нас все синенькая нормальная синенькая о здесь вот зелененькую можно сделать но я не уверен что она конечно повезет создать предмет мы идем с вами химическое оружие синенькая 30 в принципе мы можем и фиолетовое создать но для этого нужно 50 давайте наверное подождем то что здесь у нас все нужное уже в общем по большому счету для этого есть просто я 50 очков накоплю и наверное сделаю но либо можно что-то вот синенькая создать дать синенькая создадим он не будем ждать на копе накопим еще не будем не будем все пять часов точнее шесть часов в работе все это дело ушло давайте наверно еще разик на арену с вами сходим посмотрим что нам здесь повезет вот кстати можно за 230 очков сходить в магазин друзья смотрите за 230 очков можно будет прикупить что-нибудь из вот этих вот вещей но если вам здесь счет не повезет то тогда на кристаллы пойдет но давайте вот здесь посмотрим потому что все равно покупать больше нечего я смотрю голос выживший и вот это мне не нравится раз некоторое время при реанимировании союзника мне мне знаете что нравится больше всего просто раз в некоторое время вообще без вот этих вот условий шум при реанимировании вот этого ничего не было вот просто раз некоторое время путь 6 секунд от она сойдет 8 будет прям в самом начале боя вылезать у вас и фигачить со всей дури самый классный на мой взгляд так ну давайте попробуем редкое оружие мы получили тесак жестокий интересная тема куда выте-ка глянем что там за жестокий тесачок так и так это у нас двадцать седьмой уровень 917 урон он нам будет восстанавливать си здоровья в установлив будет здоровья но мне кажется что вот эта хрень лучше принцип каш может попробовать ее можно знать можно для второго воина то есть будет у нас второй воин к примеру и и туда пустить то есть один будет танк который будет все всю восстанавливать вот здесь вот у нас есть вот восстанавливал к видеть получение урона плюс вот это вот шашечка и он так достаточно неплохо себе может компенсировать на потерю здоровья плюс если второго чувака убьют еще будет хиллер который будет еще подхиливать и вообще будет зашибись так смотрим что у нас здесь есть так вот пишут когда выйдет новая серия сейчас напишем прямо сейчас пишу так и есть отлично и давайте все-таки сходим с вами еще разик на арену поучаствуем поучаствуем тот же отряд у нас идет посмотрим не просто интересно посмотреть какой будет опять распределение то что прошлый раз я считаю на повезло первую серию 1 бой мы выиграли там с первым местом мне очень понравилось билетики я пока не трачу пока коплю пусть будут хотя в принципе может быть есть смысла нет такого копить в любом случае количество вот этих фишечек но будет постоянно приблизительно одно и то же время ожидания идет достаточно долго 3 человек не хватает есть давайте смотрим что у нас получилось 74 71 74 79 109 77 91 88 111 ну знаете тут вообще такая ситуация двоякая я не уверен что давайте мы попробуем на него напасть если мы у него победим то мы пойдем по второму способу которое я вам учил если у него поиграем то пойдем по первому принципе тоже вилка известная то есть есть не у нее сейчас побеждаем там их пять раз побеждаем у тех кто на слабее если мы сейчас проигрываем то мы тогда будем дамы у него поиграть ну и отлично отлично ничего страшного нету всегда иметь хорошо в запасе запасных планка говорится все проиграли проиграли значит идем по пути соответственно кстати счет мы выполнили давайте-ка домой зайдем посмотрим что мы тут получили реаниматор тренируйте 50 союзников в любых боях отлично кстати вот такие вот у нас уже выполненные всякие штучки идут новое начало в сообщество игры по кстати можно пить будет почему я еще не ступал я не знаю там кстати можно в этом сообществе игры искать себе друзей я сделаю наверно отдельную серию как набрать побольше друзей в этой серии я вам не буду показывать это прям отдельную маленькую серию сделаем так ну а мы переходим к нашим баранам слушайте знаете что прям 109 от этого зафармить лан давайте ищем самого слабого 71 74 74 вот этого берем все пошли упой постараемся 2 109 обойти но если 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 получится так что больше никого будет бить моего постараемся зафармить это опять 50 на 50 по объем не по объем неизвестно у меня иногда бывает такое что я бывает мочу чуваков которые где-то на 10 на 15 тысяч мощности меня больше и на самом деле это очень плохо но в том плане что я рассчитываю на то что я у них получу проигрыш а я у них выигрывание приходится всю тактику менять и переходится как-то по-другому переигрывать то есть тут такое тоже бывает к сожалению но от многих нюансов зависит так друзьям но что мы выиграли 42 очка получили давайте посмотрим с кем там еще сражаться можно будет вот 74 будет с этим еще сразимся ну вот этот наверное понятно принципе нам будет кого бомбить и без вот этого вот кексика этот ксей кстати кексик идет под той технологии которой он пускал первый бой пропускает а потом фигачит но он судя по всему наверное лупашил динамиду судя по результатам 45 даже может посмотреть как он дн нет он бороду мочил такой борода борода это вот этот вот 74 так мы перешли к своими нас третью стадию в принципе тут тоже еще важно что получить неплохо бы посмотреть не сразу вступать по чтобы прошло несколько боев чтобы мы посмотрели кто куда попадет и например смотрите здесь какая ситуация будет что борода вот мы сейчас проведем бой выиграем и явно будет у нас очков больше чем бороды в любом случае на слабого мы нападем на сильного не важно то есть он в следующем круге будет уже ниже нас поэтому мы сейчас его фармин тоже очень важный момент потому что иначе нам если мы его будем фармить потом ну так получится то очков будет уже меньше давать а нам важно получить все-таки как можно больше очков сейчас посмотрим сколько у нас получилось 43 очка за победу в общем самому хитро жопой план не сработал судя по всему нет нормально но у одного мы обогнали вот это 877 ладно пусть он здесь будет смотрим кто у нас здесь еще есть значит у нас есть вот этот вот 109 так у нас есть вот этот так вот этот 111 слушать а как его пропустил а нет мы у него поражение сделали все все идет по плану так тогда берем вот этого берем вот этого но у не со 100 же девятом нам сражаться правда есть неплохой результат 41 очко не очень долго мы ковыряли его 17 секунд ну не идеальный конечно результат но тоже ок так и так что у нас есть давайте подводить итог у нас есть 126 очков мы не на очень хорошем месте находимся надо сказать у нас очень большое количество людей идет которая перед нами значит нас есть вот этот у нас есть вот этот но мы будем фармить вот этого на следующем круге 134 очка и в лучшем случае мы окажемся в тройке план наш не оказался очень удачным но принципе можно посчитать сколько мы максимум можем взять сколько там минимум но она очков 40 мы допустим возьмем это будет на 166 ты тот вот явно 109 тоже его зафармит но в общем вот то это точно будет либо первое либо второе место вот с этим что-то пока непонятно происходит почему-то он никак не одуплится может быть мама супчик позвала кушать может памперсы ребенку меняет может быть я не знаю интернет зависит такое тоже бывает кстати иногда выигрываешь бой только из-за того что твой противник ступил ну собственно большинстве случаев люди так и выигрывают но фишка заключается в том что нет 148 но все в общем уже все понятно как что будет приблизительно лан посмотрим будем биться до последнего как говорится принципе теоретически у нас есть место план на третье место третье место это не так плохо давайте попробуем так 111 этому мы уже просрали его этого мы уже победили с этим мы пока связываться не хотим и попробуем вот этого зафармить посмотрим что у нас из этого получится нормально 42 очка за победу принципе неплохо неплохо это насколько 15 секунд ну можно было бы и лучше но 88 там не такая большая разница между нами им было и так друзья что же у нас с вами получилось у нас получилось наверное таки все-таки третье место хотя сейчас еще будет зависеть от того какой насколько очков выпадет вот у этого господина у рагнара посмотрим посмотрим значит 168 175 178 пока мы на третьем месте то есть входим в тройку призеров и в принципе я считаю что это неплохой результат но теоретически возможно что мы с вами попадем на на четвертое место такое результат уже исключать не стоит мы будем надеяться что рагнар в результате окажется внизу вообще на самом деле обидно когда впереди тебя обстоят чуваки которых ты победил на не уже как-то об этом говорит ждем результатов итак друзья мы с вами оказались на третьей позиции это очень хорошо я считаю что заслуженно но мы неплохо играли хотя конечно ну не первый ну не второе внутрите призовое как-никак давайте забираем награду идем на почту получили мы с вами 80 вот этих вот фишечек получили за чемоданчик давайте посмотрим что но здесь в чемоданчике в нашем открываем смотрим сейчас бац и какая нужная штука и нет не очень нужная но неважно неважно было это такое так и здесь мы с вами выполнили участник бойни 15 папочек с вами заберем в нашу общую копилочку для того чтобы получить какой-то супер вот такой вот вкуснейший приз все друзья на этом мы с вами заканчиваем не с вами кажется безумно интересно сидеть разговаривать но я просто смотрю что время там уже почти 50 минут получилось нашего с вами разговор что-то я может быть даже вырежу что-то оставлю приходить еще быть максим интересно в следующий раз наверное мы будем уже на следующем уровне нашего командного центра ну в общем я вас жду приходить